Всем здравствуйте! Вы на канале Пиратская Жизнь. С вами Гоксанина. Да, всем здрасте. Ребятки, у нас сегодня на ужин очень вкусный салат, диетический. Вот, мы сегодня, смотрите, у нас здесь огурчики, помидорчики, черри, тунец. Остатки, да? Вот, очень вкусные. Доедаем сегодня мясо с картошкой и с грибами. Вот, у меня, кстати, здесь маленький кусочек мяса. А кому-то я положила большой. Потому что у меня вот мясо кончилось. Я на себе решила сэкономить, как настоящая жена. Нет, не надо мне его резать. Чего ты? Не, ну, ты себе-то достань, чтобы это себе-то порезать. Мне не надо. Я себе побольше грибочку положу. Вот. Я уже на диете. Вот, она сделала очень классный салат. С решением, битые огурцы, которые я делала, мы будем пробовать только завтра. Ну, чтобы они хорошенечко промариновались. Так, что будем пробовать завтра. Салатик разложили, чтобы из него не ругаться. Вот вчера делали еще с яйцами, но без огурцов. А сегодня вот по новому рецепту решили. Немножечко изменить рецептуру. Но тунец нужно доедать. Тоже имеет место быть. Ммм, это очень неплохо. Кстати, сильно очень вкусно. Чем-то он не нашли, там надо греческий. Только с рыбой. Даже не греческий, цезарь, цезарь его. Это реально очень похож. Там, там, руку, по-моему, нет. Там, бам, тоже какая-то тряпка идет. Такая. Листик идет. Слад. Скажешь, домой. Сейчас еще, знаете, хочу делать. Хочу запустить гаврифу, чтобы он сделал сухую уборку. А сама потом попробуем обновить нашу эту поломочку. Дабы попробовать натереть полы. Потому что гавруша, конечно, протирает, но это не то, скажем так. Интенсивный третий. Ну, не знаю, как он третит. Мне не нравится, как он третит. Да. Сейчас тут около плиты катался, тертит. Раз в восемь, наверное. Я вот прихожу на кухню, знаете, я прям вот не вижу даже вот. Даже капли мокрого света. А что должно быть мокрое? В принципе, да. Он все всасывает потом в воду. Вода? Да. Ничего не знаю. Но хочу, короче, я хочу же что-то сделать. Ну вот, я помню, палец. Я хочу, чтобы у меня полы были чистые-чистые. Ну, пусть я хочу испробовать новую вот эту поломойку. Что? За счет отрубления. Да. Набор. Да. Попробовать. Дровь, вабра. И все. О, это лишнее, знаешь, движение. А движение, как вы знаете, это жизнь. Слушайте, как мне понадобится, то нет. Вообще. Можно, кстати, периодически его брать. На разные салатики. Сейчас он будет. Да. Но тот, который вчера был, мне кажется, он был вкуснее. Это тот же самый. Нет, вчера яйца были. Угу. Они смешались еще с этим вот заправкой. И получается очень вкусно. Здесь скажи заправка. Суть. Ну, по сути, да. По сути, здесь яйца были заменены огурцами. Тоже интересно. Интересно такое. Салатико завтра будем пробовать битые огурцы. Не битые, а дбитые. Ммм. Как говорится, знаете, рецепты-то они все такие интересненькие. Но зачастую, во-первых, не будешь покупать специально там всякое кунжутное масло там туда-сюда. Ради одного раза. Правильно. Как-то вот меняешь. Ну, и тем более, вот, например, у Вовчика нельзя острые. Вот. Хотя там, конечно, чеснок. Ну, чеснок он не особо такой. Ммм. Ммм. Без красного перца. Без чили. Да. Зато получился как-то, знаешь, прям вот азиатский салат. Ммм. Аля. Угу. Аля, да. Ну, что? Как раз у нас скоро Рождество было. Ну, попробуем. Ммм. Сегодня еще хочу, девочки, знаете, что? Достать говязинку. Завтра запечем. Вкусненько. В горчице. Знаете, вот мне сейчас хочется все запекать. Вот все хочется запекать. Все делаю в духовке. Потому что настолько сильно я кайфую от этой духовки. Прям вообще не представляете. Ммм. Я докажу, что все получается. Это просто сказка. Вот мы сделали целый противень. Нам насколько хватило. Третья, первая, первая, вторая, третья, четвертая. Ну, на пять дней. Ну, сейчас деньги просить и не тратим. Ммм. Это здорово. Ну, вот, считай. Тратили. Ммм? Сейчас экономишь. Ну, да. По сути, знаешь, это круговорот денег в природе. Ммм. Там побольше потратили, здесь поменьше потратили. А в итоге, если разделить на определенный промежуток, так получается. Ну, вот, видишь, тазик обновили. Это все обновили. Только тазик маленький. Да ладно, нормальный. Вообще для каких целей-то, господи? Не бы то, что там. А раньше, помню, были времена, когда не было вот этой горячей воды. Ой. Какое мучение с этими тазами. Просто прям ужас. Ничего, голова не промывается, вода заканчивается, и стоишь как дурак. Поливаешься, поливаешься. Кошка. Ммм. Не, я сейчас вот поставлю вот этот вот водонагреватель. Шикарная вещь. У нас так периодически пируют, отключают воду. А нам пофигу. Я вот, кстати, так воду и не слила. Только сольешь, и опять заливают. У нас что-то как-то любят. Зимой, да? Наши камональчики. Отключать. Угу. И гнев страдать, скажем так. Слушай, ну сало прям классное. Рукола, конечно, уже не первый свежийся. Скажем так. Прошлогодняя. Чем так? Она быта. Глядит. Ну да. Только была, да, я таким вот... Коробочкам? Вот таким ящиком. А, половинкам? Угу. Ой, я так спокойно обрадовалась, что у нас холодильник теперь не сломан. Я уж прям вчера на измене всяк была, я прям испугалась. Я думала, что он у нас сломался. Двери надо закрывать. Я посмотрела, там прям ини, девочки. Я такой уж трогаю, там уже прям намерзать начало. Ужусь. Вот. Дверки надо закрывать. Ну, скорее всего, я не закрываю. Уже везде вчера полезла. Боялась, что это. Действительно, прям сломался. И уже, знаете, вот это вот че... Уже сразу начала в голове там выстраивать. Так, а как мы его отвезем? Так, а куда позвонить? Так, а где у нас документы гарантийные? Я уже мысленно представила, как его отсюда увозят. Действительно, такая дурацкая черта. Сразу предполагаю, что самое плохое. Ну, с другой стороны, если что-то случается, я всегда уже готова мысленно к тому или иному. Что там еще? Идет торпет какие-то. Рыблуют. В Китае. Слушайте, знаете, что хочу сказать? Вот что-то так мне надоели эти майонезные салаты. И сейчас с таким удовольствием ем эти огурцы и помидоры. Прямо все. А потом опять главное, чтобы надоели эти огурцы и помидоры. Вот это вкусно. Прямо чувствую, что мало калорий диетически. А то ставишь на стол кучу еды и все. Разгрузка, она, конечно, нужна каждому организму. Так, не крути. Ой, ну какой классный сегодня фильм. Мне так понравился этот мультик. Прямо вообще. С таким удовольствием посмотрела. Причем я по-разному так даже плакал. Да, да, да. Забрешь, что все. У тебя, я видел, у тебя блин, у тебя глаза блестели. И причем не это. Не просто так, а не тебя блестирает. Да? Да. А как? Слезы там стояли. Прямо плакал, да? Ну, это я прям тут прям плакал. Этим, что ты. Не надо гнать на остальных. Ой, ой. Ну, это не зазорно. Ты не знаешь, что все плакали. Это не зазорно, когда мужчина плачет. Все эти, вы знаете, все эти шоры из прошлого века что, ой, мужчины не плачут, мужики не танцуют. Все это тигня. На самом деле. По-моему, раньше у нас просто это комплексы. Очень сильно нас сождали. Ты не должен отмечаться ни от кого. Должен быть как все. Настоящие мальчики не плачут. И прочее, прочее. Потом, вот, появляются люди, которые вот всего стесняются и прочее. На самом деле, я считаю, это нормально. Ну, что, плачь, Бога. Плачь. Живи без комплексов. Живи так, как тебе нравится. А не так, как тебя наставляет жить общество. Не знаю, всю жизнь шла. Знаю, как-то против течения. Ммм, нормально. Не хочу быть как все. Это скучно. И это скучно. В одной колее все идут. И все. Красавица. Седокова. Вот, женщина. Вот родила сколько? Троих детей уже, по-моему, родила. Уж такая вот фигура у нее прям обалденная. Просто прям красотка. Грудь. Красиво. Троих детей, по-моему, родила. Молодец. Позавидуешь. Белой завистью. Никак не осуждай. Ну, что она дома на плиту стоит? Я думаю, нет. Ну, с этой надо начинать. Да. Я думаю, потому что она, как сказать, сытая, скажем так, да? Ну, там целый штат, который следит за обмене ее фигурой и весом. И за детьми. Ну, за детьми не знаю. Я думаю, груди она даже не курит. Ну, за детьми не знаю. А за фигурой точно не знаю. Там ток людей. От повара до прочих. Скорее всего. Ну, тогда сам это все делаешь. Ну, это да. Там уже ни сил, ни терпения не хватает. Угу. Ни на что. Ни желания. Именно так. Угу. Сейчас, знаешь, такое время. Это вот раньше, как бы считалось, что если ты полный, значит, ты богатый. А сейчас все наоборот. Нет. Это в Азии дальше считают до сих пор. Ну. А сейчас, знаете ли, все наоборот. Потому что сейчас обычно полные люди чаще всего небогатые. Потому что питаются чаще всего неправильная пища. Да и времени заняться своим здоровьем. Чаще всего у них нет. Это в Азии до сих пор считается, что ты богатый. Почему? Потому что раз ты полный, значит, ты много-много тратишь денег на еду. У них там фастфуд-то практически нету. Нету. Но полный люди есть. Мало, но есть. Это да. Капошу в Вьетнаме к тебе приставали. Хатэйн тебя все называли. Прям лифте приставали. Уборщица. Уехали там всякие хикли. Для них полный человек это прям здорово. А еще белый. Здесь богатый. Мечта. Мечта, да. Ален далон. Слушай, ну обалденный салф. Очень вкусный. А мы в битые огурцы все добавили? Да. А лимонный сок там не надо было? Нет. Там уксус идет, да? Яблочный который. Ну слабо. Я думаю, надо будет его потом перемещать. Чтобы он хорошенько прям мариновался весь. И все. Все. Я наелась. Но опять же повторюсь, знаете, вот как вчера. То, что нету майонезных салатов, это вот легче чувствуется. Есть легкий такой эффект недоедания, скажем так. Который нужно срочно затушить. Сейчас надо еще помыть полы. Вот еще дополнительная, так сказать, физнагрузка. А в ванну нужно попыть совесть. Завтра воду привезут. Первый раз заказали воду единированную. Посмотрю. С йодом. Хорошая, нехорошая. У нас соседи тоже постоянно сестры заказывают. И мы посмотрели на них вода с йодом. Вот решили тоже заказать. Пробуйте. Пусть вода такая. Что это вообще? Нарелся? Около 11 часов будет есть. Думаешь? Да. Обычно это. Всегда одно и то же время есть. Хорошо сейчас заказали, потому что потом не получится, да? Потом у них опять выходные два дня шли. Это да. Кстати, вот это вот как у него, прессованное мясо а-ля хлеб мясной из индейки очень вкусный. И почему стоит копейки? 199 рублей. Местный? Угу. Он сделал в область. Угу. Классная вещь. А вот знаете, вот с хлебом не хочу. Вот не могу. Вот даже в это не хочется. Красси падам. Раньше был хипец. Он это назывался к чаю. Угу. Утром это обычно кто покупал, вон, резали как этот. Ммм. Он был в виде буханки хлеба. Чёрного. Ай. Вот он палом такой. Ммм. И как кусочки нарезаешь. И с хлебом, да? Да. И с чёрным хлебом. Ммм. Вот чай. Кайф. Всё. Я наелась. Всё. У меня уже больше наелось. Не знаю. Вот в Египте когда были или там в Турции. Вот честно, я вот не могу столько есть. Вот там по три раза в день. Для меня вот хватает два раза. И вот так вот сытый прям капец. Чё, да, сера. Проблемы постаёмся. Интересно. Ой, фу. Так, ладно, ещё один кусочек сыра и всё. Ну, как называется. Десятый шла это это фильм. Нет, это вам всё равно будет. Убери это от меня. Сейчас всё сажу. Спрячь. Вон, дичьку пей. Боржом. Боржом, кстати, да. Здесь ночью помогает. Пышшее варенье. Кидала. Суна пресс болит. Я сейчас делала. В общем, знаете, вот встала вот в эту планку, да? Чё, сначала тряслась, тряслась, мышцы трясутся, прям не могу. Потом выдохнула, наступило это спокойствие и уже прям вот стоишь нормально. Прикольно. Так что вот такие дела. Ну, не совсем, конечно, диетический у нас ужин получился, но салат имеет место быть. Очень вкусный. Главное, без майонеза. Всё остальное очень здорово. Всё, всех любим, всех целуем. Видимся в следующих выпусках, мои хорошие. Всем здоровья, счастья, добра и позитива. готовьте интересненькие салаты, потому что есть не только оливье, есть не только селёгка под шубу и есть не только огурцы с помидорами. Есть много-много-много других интересных салатов и других блюд. Да, в общем, расширяем свой гастрономический кругозор. Вот так. Всех любим, всех целуем. Видим в следующем выпуске. Спасибо, всем пока-пока. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.